Сегодняшний список джентльмены начнется с беспроводной гарнитуры. Да, я перешел на темную сторону. Нет, серьезно, джентльмены, я бы хотел перейти на качественные беспроводные гарнитуры еще раньше. Долгое время я пользовался дешевыми проводными наушниками. Они не помещались в ухи и постоянно спутывались. Для тех, кто так же, как я, постоянно слушает аудиокниги или музыку, знайте, что функция снижения шума действительно работает. И мне просто жаль, что я не взял их раньше. Следующее в списке – наручные часы. Многие думают, зачем мне часы, если есть телефон? Это так, однако часы – нечто большее, чем определение времени. Во-первых, это удобнее. Не нужно лезть в карман и вытаскивать телефон, просто посмотрите на запястье. К тому же, так проще намекнуть людям о намерении уйти или остаться на встрече. Кроме того, великолепные часы могут стать символом статуса и началом разговора. Почему? Потому что часы могут многое сказать о своем владельце. Позвольте внести ясности. Я не говорю, что нужно пойти и потратить 20 тысяч долларов на часы. Есть недорогие варианты. За 20-30 долларов можно купить приличные спортивные часы. Да, они будут цифровыми, и это будет кварц, но они будут показывать время. Рекомендую подобрать что-то универсальное. Для меня это стальные часы для дайвинга. Здесь есть серебряные, золотые и цветные элементы. Выбирайте те, что будут соответствовать вашим потребностям. Следующие три аксессуара я объединю. Это качественные очки с защитным чехлом и микрофибровое полотенце. Повторюсь, что нужно покупать качественные вещи. Поплачьте один раз над ценой, но купите качество и заботитесь о его сохранении. Серьезно, качественные очки, будь то очки для чтения, солнцезащитные очки. Убедитесь, что у них отличные линзы и оправа из качественного материала, которые прослужат долго. Носите их бережно. Время истории. Эти очки у меня в руках. Я не убирал футляр, и это вошло в привычку. И знаете что? Они поцарапались и пришли в негодность. Это были мои любимые, но теперь из-за того, что я клал их куда попало, у меня царапина, которую никак нельзя исправить. Теперь вопрос, сколько раз ты терял свои очки? Вы сняли их, и не знаете, куда их положили. А как насчет тех из вас, ребята, кто пользуется считывателями? Кладете их вечером, теряете, покупаете другую пару, и вот уже их семь, вы не можете найти ни одной из них. Следующий аксессуар, который я хотел бы приобрести раньше, тонкий бумажник. Что мне нравится, так это то, что он заставляет вас делать выбор. В него помещается только 4 карты. У меня это удостоверение личности и кредитные карты. Вы свободны от лишних карточек. Для тех, у кого есть бумажник, как у Джорджа Картанзе, ребята, избавляйтесь от старого. И в качестве дополнительного бонуса, как вы можете видеть, я прикрепил это к своему телефону. Мне нравится, что все в одном месте. Знаю, что вы скажете, что есть риск потерять все и сразу, но я очень осторожен и внимателен. Надеюсь, вы тоже. Далее, качественная ручка. Это действительно имеет значение, особенно если вы ведете дневник и вам нравится писать. Если вы юрист или вы часто подписываете что-то, то должна быть ручка, которая подчеркнет ваш статус. Кто-то из вас скажет, что это подойдет дешевая ручка. Ее и потерять не жалко. Но представьте себе, вы собираетесь подписать договор о покупке дома для всей вашей семьи. Вы хотите подписать его чем-нибудь или все же ручкой, которая придаст значимость этому моменту. И вам не обязательно покупать модный манблан, который стоит сотни долларов с вашим именем на нем. Есть много других вариантов. Например, эта прочная и великолепная ручка стоит меньше 20 баксов. Она достаточно прочная и твердая для гравировки. К тому же на ручку тоже обращает внимание. Если тебе просто нужна крутая ручка, то выбор огромен. За 20-30 долларов можно найти несколько довольно хороших вариантов. Есть и такие многофункциональные ручки. Следующий аксессуар, который я хотел бы приобрести раньше – фитнес-трекеры. Я говорю об умных часах, браслетах и кольцах, которые отслеживают состояние вашего тела, сердцебиение, сон, активность и прочее. Когда вы идете на тренировку, вся эта информация вводится в базу данных. Некоторое время я сопротивлялся этому и не хотел, чтобы где-то фиксировалась информация о моем теле, но внезапно начал пользоваться этим. Отслеживая время подъема, я заметил, что, часто просыпаясь ночью, мы выяснили причину – наша собака приходит к нам посреди ночи и ложится с нами. Из-за этого мой сон прерывается. И знаете что? Может мне бросить ее в кровать к сыну? В конце концов мы поймали ее и уложили спать в ее собственной специальной лежанке. Суть в том, что эти устройства помогают видеть проблемы и устранять их, а также улучшать свои результаты. Например, в беге. Бегать не два раза в неделю, а пять, каждый раз, удлиняя дистанцию. И вы не можете лгать, когда у вас есть все данные. Я могу видеть свой пульс и то, как я сплю. И когда вы видите эту информацию, вы можете улучшить свой режим. Последний аксессуар в сегодняшнем списке – головной убор. Как носить шляпу и не выглядеть, как рабочий – вот видео, где я учусь носить головные уборы. Думаю, это одно из моих лучших видео, которые не получили сумасшедших просмотров. А жаль, ведь оно солидное. Посмотрите сами. Если вы интересуетесь головными уборами, то смотрите это видео следующим.